Девушки отдыхают 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 она сейчас будет даже превышать Словакию. Ну и по потенциалу просто Словакия – это 5 миллионов человек, а Чехия – 15. И поэтому очень много сейчас оттуда и серьезных бизнесменов, и структур, которые сейчас работают. Поэтому мы теперь в Чехии, Словакии, Венгрию очень много уделяем внимания, потому что активно развиваются, активно... Ну и вот поэтому вот сейчас, мы на прошлой неделе провели в Чехии конференцию. Адриан. Привет, привет всем. Да, это, знаете, наш, так сказать, друг, наш инвестор, наш партнер Адриан Камоцин. Я просто в фойе вышел, мы, так сказать, это Анина ведет то самое. Так, 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 так. Так, значит, что у нас... Так, вот, поэтому после Брно Алексей у нас улетел сначала в Челябинск, потом в Италию на встречу с инвестором. Вот, я неделю провел, как я уже говорил, я об этом потом буду еще так говорить, в Израиле, очень продуктивные переговоры, тоже об этом еще скажу, когда буду выступать, но могу сказать, что результат, конечно, превзошел все ожидания, которые делали, то есть договорились о том, что министр транспорта дал согласие приехать где-то в мае месяце, конец апреля, может быть, середина, вторая половина мая, в Экотехнопарк. Об этом я тоже буду сейчас на конференции говорить, потому что технология вызвала просто огромный интерес. Вот, соответственно, и проект адресный очень серьезный там сейчас намечается. Сейчас мы вот прям с понедельника начнем над ним работать, готовить предложения, документы, и эта работа пошла. Еще один очень интереснейший проект, это уже через Израиль, партнеры есть, которые работают и продвигают этот проект в Азербайджане, в Турции, там с продлением в Италию, то есть там начинается, в общем-то, такое, друзья, движение, что вот сейчас же, вот, послезавтра Виктор прилетает сюда презентовать тоже для министра транспорта Словакии технологию, и тоже крупный с мэрией Братиславы там проект, и еще проекты, которые ведутся в, там, часть в Африке, потом вот вы видели через арабо-словакскую торгово-промышленную палату началась работа сейчас в арабском мире, Виктор буквально позавчера только вернулся, где ведут уже, ведет такие серьезные переговоры уже по арабскому банку развития, который сейчас рассматривает возможность стать очень таким крупным и стратегическим инвестором в проекты SkyWay на Ближнем Востоке, то есть это все, друзья, вот сейчас начинается, 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 и все это, друзья, как раз подкрепляется тем, что сейчас вот прям вплотную готовится уже к испытаниям ЮНИБУ, мы еще пока все с вами не видели, поэтому, то есть уже начало испытаний ЮНИБУ. ЮНИБУ, во всяком случае, эти события могут совпасть, потому что этот процесс идет, и вот где-то он как раз к концу марта должен начаться. Ну, опять же, это все технологический процесс, мы будем с вами в любом случае свидетелями, когда это будет происходить. Вот, это вот то, что касается, ну, опять же, я еще потом после конференции, я сейчас тогда выключусь, пока будет, вот, выступать Франчисик, я, он, у него очень хорошее выступление, вот, ЮНИЦКИЙ очень доволен им, как специалистом, как именно человек, который доносит, ну, у него колоссальный опыт, он сейчас проводит по 15-20 презентаций в месяц, и результаты, то есть, ну, я могу сказать, что Словакия сейчас и так, группа, которую Франчисик ведет, это сегодня лидирующий, то есть, позиции именно по инвестированию, по привлечению инвесторов, ну, а с учетом, что пошли уже крупные инвесторы именно через него и через него группу, то есть, я уже говорил, что это не один, не два и даже не три человека, которые инвестируют по миллиону долларов, это, друзья, крайне новый этап, и мы это не скрываем, вот, более того, что сейчас делается ряд уже определенных шагов, и на Экофесте вы это увидите, я не буду это озвучивать, но это достойное, скажем так, уважение к тем людям, которые сейчас находят в себе и силу, и мужество, и риск для того, чтобы приходить в проект на сегодняшней стадии, вот, именно на такие суммы, и если долгое время у нас были самые большие суммы, это 150 тысяч, потом 300 тысяч, 500 тысяч, то сейчас речь уже пошла, это доверие, друзья, и самое главное, что это инвесторы, которые идут из Европы, это те инвесторы, которые долгое время присматриваются к проекту, это как раз, друзья, то, что мы сейчас выходим в стадию классического венчурного проекта, ну и здесь, друзья, я просто не могу не поделиться своими ощущениями, просто могу сказать, что когда презентация на таком высоком уровне в Израиле, и когда слышишь слова, что, друзья, вот, то, что не было сказано, что то, что ты говоришь, это настолько неправдоподобно, и настолько хочется в это верить, что это просто фантастика, и министр сказал, что пока не увижу своими глазами, я не поверю, но что я ему сказал, милости просим в Марину Горку, приезжайте, и еще прозвучали такие слова, что я хочу просто увидеть такого человека, как Юницкий, вот, я говорю, тоже, пожалуйста, приезжайте, никаких проблем, вот, встретитесь, и это самое, и еще звучали такие слова, что это единственное направление, которое видит сегодня министр транспорта в развитии Израиля, что без технологий Skyway просто невозможно ее развивать, ну и второе, что он мне сказал, я не верю, просто то, что ты говоришь, это фантастика, я не могу поверить, что такое существует, я говорю, да, действительно, то, что я говорю, не все соответствует действительности, потому что на самом деле это все более серьезно, я говорю только небольшую часть того, что реально вы увидите, и что из себя представляет технология Skyway, вот, потому что все при первой встрече, да и при таком знакомстве невозможно рассказать, я говорю, приезжайте, вы все увидите своими глазами, и это все будет намного серьезнее, чем то, чем я говорю, потому что я могу донести только часть проекта, который сегодня реально делается, поэтому, друзья, это, конечно, вот, ну и дальше сейчас уже готовится президент, презентация президенту Азербайджана, то есть он тоже рассматривает вопрос о строительстве трассы уже там, но это, друзья, уже такие межгосударственные большие проекты, что мы в этом участвуем, мы только говорим, что мы готовы делать презентации, готовы делать материалы, дальше это уже, друзья, большая политика, большое решение, потому что принимать решение о строительстве там трасс межгосударственных, это, конечно, уже такой серьезный уровень, ну, я думаю, что с нашими партнерами, с нашими коллегами, друзьями, с кем мы сейчас работаем, это вполне уже такой нормальный. И вот сейчас подготовка поездки. Я думаю, что во всяком случае так все активно идет, что официальная делегация Минтранса Израиля будет еще до Экофеста. Конечно, я не уверен, что к этому времени успеют подготовиться поездки. Да и не надо, наверное, сейчас так спешить. Это уже официальная делегация Азербайджана и Турции, которая будет. Это все, друзья, всему свое время. К 1 июля будут показаны основные элементы технологии, основные направления, то есть и грузовой, и скоростной, и разгонный участок, и городские уже в трех видах, и грузовые. То есть все, друзья, это как раз то, когда можно будет уже видеть технологию в действии. Ну а у нас, друзья, теперь самая такая ожидаемая позиция – это начало ходовых испытаний уже для Юнибуса. Вот, как вы видите, время подошло, и я думаю, что это тоже будет очень такой хороший шаг, и хорошая, так сказать, нам всем заделка по подготовке к Экофесту. То есть все идет своим чередом, все, друзья, развивается самым что ни на есть образом таким. И вот завтра, в понедельник, Виктор прилетает сюда, в Словакию. Мы будем встречаться тоже с целой группой бизнесменов, которые… Приветствую. У нас тут этот перископ параллельный. Началось уже, видите, еще народ подтягивается. Вот. По адресным проектам они сегодня, ну, скажем так, появляются и появляются все в большей и большей степени. Вот я в Израиле был, мы обсуждали вопросы по транспортировке, там, бокситов в Гвинеи, по транспортировке воды в Боливии, то есть та, которая по производству лития там. И вот эти проекты, они все идут. Вот в понедельник мы будем общаться уже по адресным проектам, связанным с лесозаготовками в Африке и в Бразилии. То есть эти проекты сегодня настолько дают новые возможности, что подходят. Мы начинаем обсуждать. А сегодня, так как уже легкая трасса, она проходит испытания, юнибайки в различных модификациях готовы уже сегодня к производству. То есть они уже обкатываются технологически, они сегодня уже как минимум где-то в 5-8 вариантах могут использоваться. Соответственно, это тоже большая работа. И сейчас адресным проектом я могу сказать, что по мере того, как это все технически уже становится реальной осязаемой, то есть спрос на применение технологий все больше и больше увеличивается. И, допустим, я даже не то, что не подозревал, а для лесоперевозки, когда задали вопрос, я, естественно, сразу Юницкому. Я говорю, Анатолий Владимирович, мы можем говорить. Он говорит, более того, я еще 15 лет назад предлагал концепцию, он мне показал чертежи 15-летней давности, которые он мне прислал сейчас, и я их показал партнерами. Они просто, ну, скажем так, были в восторге концепции лесоперевозки. И именно с применением легкой системы разрабатывалось Юницким еще 15 лет назад. Я, честно говоря, друзья, об этом даже не знал. И сегодня, когда эти переговоры мы ведем, так сказать, я показываю эти чертежи 15-летней давности, а Юнибай, который сегодня есть, он модернизируется под любую сегодня задачу, которую можно возить. Вот, друзья, реальность, которая сейчас происходит. И вот эти вот адресные проекты, заказы, они сейчас будут формироваться, а это, друзья, и есть капитализация. И вся наша дальнейшая работа сейчас направлена именно на запуск, на поиск партнеров и именно конкретных проектов, которые сейчас есть. И вот из того, что я вам даже сейчас сказал, происходит, это идет с такой скоростью, что уже, так сказать, мне там Виктора с Алексеем уже просто жалко, потому что они сейчас уже, то, что там живут, они живут в самолетах уже. Вот, поэтому, но это того стоит, и, так сказать, это, вот, я все-таки летаю не на такие большие расстояния, не Индонезия, Малайзия и Сингапур, там, Индия, Арабский Эмират, я все-таки здесь поближе. Вот, поэтому тоже, друзья, так сказать. Ну, давайте сейчас я сделаю непрерыв тогда, пока Франтишек закончит. Вот у меня чат, так сказать, что-то не это самое, у меня обратной связи. Обратной связи совсем нет. Вот, поэтому, не знаю, отключили чат, отключился чат, и даже не могу обратную связь сказать, что, так сказать, это, потому что сейчас презентация, которая идет, ну, с одной стороны, как бы могу ее оставить, показать, но она идет на словакском языке наших словакских, чешских и венгерских партнеров. Вот, поэтому, ну, думаю, тут опять же, если, как бы это, могу оставить, посмотреть до своего выступления, могу сделать, могу сделать перерыв, но обратной связи сейчас, как вы видите, не могу понять, не могу понять, как, как сделать. Показать чат? Нет, никак, вот, что-то у меня не работает, нету чата, и все, так сказать. Вот, поэтому... Тут эти... Франтишек делает презентацию, чтобы не мешать. Это его шума. Это его шума. Так, сколько в контузамодья выработали первые кратки в истории Лусской Федерации электромобили. То есть он, как в истории Лусской Федера, который был заснаном в истории Луи. И вот здесь пауза будет. Мы находимся в отеле «Диксон». Этот отель принадлежит хозяину этого отеля «Юросниски». Это сегодня наш перд. Это где чуть меньше года назад мы проводили первую конференцию. После этого мы здесь с ним познакомились, и Франтишек сделал презентацию. Сегодня он не просто, это уже активный, скажем так, деятель «Скайвея». И теперь вот у нас каждый месяц в «Диксоне» проходят конференции. И сейчас это специализированная такая конференция, которая именно рассчитана на инвесторов и ввлекает крупные суммы. То есть это не такая конференция, где популяризируем или где мы даем азы. Здесь практически, по-моему, 10 или всего 12 человек есть, которые первый раз всегда, как всегда, приходят. Но это отдельная такая, кто уже в проекте. И естественно, что мы с Алексеем иногда по очереди, иногда вместе, всегда в них принимаем участие. Потому что сегодня приоритет, еще раз я уже говорил, что, друзья, Чехия, Словакия, Венгрия – это те максимальные инвестиции и, соответственно, привлекают максимальное количество партнеров. Поэтому, естественно, уделяем. Но, опять же, друзья, это только вопрос времени. Сейчас активно-активно начинает развиваться Италия. Сейчас Алексей в Италии, в конце следующей недели Виктор летит с крупными такими фондами, бизнесменами из Швейцарии. Поэтому там сначала был разговор, что я должен был лететь, но я не мог отменить встречи, которые были в Израиле. Поэтому я полетел туда, а там перенеслось на следующий день. Прямо оттуда Виктор с Алексеем – это большая выставка в Индонезии транспортная. Потом там сегодня целый-целый ряд бизнесменов готовят встречи уже, именно по предложению. Поэтому процесс этот активнейшим-активнейшим образом. Всем это я уже в основном докладе. Сегодня тоже для наших партнеров как бы буду рассказывать. Вот. Ну, так, Андрей, а ты мне… Так, это получается, что я читал твое сообщение, ты мне его прислал на Viber, да? Отключить и потом включить трансляцию. Или оставить, пускай идет Франсишек на словакском языке, как чисто по восприятию. Напиши на Viber мне, потому что Viber у меня высвечивается, я его читаю сейчас. Вот. Чтобы это… Потому что мне это самое… Очень так неуютно себя чувствуешь, как разговариваешься сам с собой. А что… Это пока сказать не могу. Вот. Ну, чисто по эмоциям, конечно, друзья, могу сказать, что по воспринимается просто, конечно, заш… Демонстрация и демонстрация чем-то расходятся. Вот. Поэтому все, что говорится, поясняется, декларируется, все будет… И уже подтверждается, и будет подтверждено. Здесь все идет самым активным образом. Так. Так. Что это самое? Ну, ладно, давайте, друзья, я тогда сейчас остановлю трансляцию и включу тогда, когда уже будет мое выступление перед… Вот. Аудитория перед нашими словакскими… Словакскими друзьями. Давайте тогда, друзья, буквально, наверное, через 15-20 минут… Может… Это самое… Мы продолжим. Потом будет выступать Юра Снизки. Он… Снизки. Он… Для своих, как бы, инвесторов там тоже, наверное, это без перевода, потому что… Ну, переводчики здесь есть, но они будут переводить с русского на словакский и чешский. Вот. А переводить на русский для перископа пока… Ну, пока, наверное, делать не будет. Ну, все, друзья. Давайте тогда небольшой перерыв. Ну… 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 Почему… Ну… 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 П Hi there… Ой… Ну… Ну а в другом онканале, как и Buder… Так что я новое? Пресне так будет говорить о Брне. Что было в Брне? В Велтрне. В Велтрне была там вестаа. Пресне так будем говорить о Брне. Такой, кто-то хайерский партнерок. И еще о том, и обходах из Израэла. Пресне оттуда сейчас пан Сибиряков вернулся. Так его привитаем. Без микрофона, наверное, да? Да. Хорошо же слышали. Так, приветствую. Так, Андрей, там нормально? Да, хорошо. Все. Так, приветствую вас, друзья. Мы начали уже активную работу. Здравствуйте. 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 Господь мне присоединяет. Может, как всегда, Соля, как всегда, Соля, как бы сделал очень хорошую презентацию. Волчал Соля, в шоу вебе, вы делали дополнительную презентацию. Волчал сяду, скажу, да, что Юницкому как автору проекта, как инженеру, большинство презентаций не нравится. Я могу сказать, как уже познам пана Юницкова, что большинства презентаций Особенно он очень критически относится к моим презентациям. Так вот, Франтишек – это один из немногих презентаций, которого Юницкому очень нравится, и он их всегда смотрит. У него сейчас очень интересное представление о том, что делается в Словакии в проекте SkyWay. И выражается она такой очень важной для нас фразой. Если бы нам таких десяток, как Франтишек, и таких инвесторов, как Словакия, то у SkyWay вообще не было никаких проблем. Поэтому я доношу и передаю сейчас и всей команды мнение лично Юниевского о том, что нам очень повезло, что мы работаем друг для друга. И можно без преувеличения сказать, что вы все, и Франтишек, и вся команда, и Словакия вносите сегодня ключевой вклад в развитие всего проекта SkyWay. Мы можем напомнить, что слово искало и исключение нашего ввода в SkyWay. На прошлой неделе, ровно неделю назад, мы проводили конференцию в Рыно в Чехии. Это уже Франтишек и команда, которая сегодня переносим и развиваем работу так же, чтобы она была поставлена в Чехии, как и в Словакии. И нет никаких сомнений, что Чехия в ближайшее время будет давать такие же результаты и так же привлекать и инвесторов, и инвестиции для развития проекта, как в Словакии. А дальше у нас планы Венгрия, Италия, Германия, весь мир. После конференции в Рыно Алексей Сухогоев, это наш молодой партнер и футуролог, улетел в Челябинск готовить визит официальной делегации Челябинской области в Экотехно-парк. Я слетал как раз на шесть дней в Израиль, и я могу сказать, что я с вами сейчас поделюсь теми впечатлениями, которые произошли от этого визита сейчас именно в Израиле в Министерство транспорта. Если говорить коротко одной фразой от ощущений, которые были от этого визита, а я встречался с руководством Министерства транспорта и с крупным бизнесом, который занимается сегодня строительством в Израиле, то можно подвести такой фразой. Где вы раньше были? Потому что сегодня, делая стратегию развития, министр транспорта сказал, что без SkyWay глупо размышлять, что будет дальше с Израилем. И с точки зрения построения бизнеса уже крупные компании, которые занимаются сегодня перевозками и контейнеров, и грузов, и людей в Израиле, они понимают, что SkyWay – это то, что определит будущее. И я первый раз услышал от чиновника то, что я говорю всегда на своих вебинарах. Я даже рассмеялся, когда услышал. Министр сказал такую фразу. Рассматривать будущее Израиля без SkyWay интернета. Это моя любимая фраза. И ещё, так как он очень неординарный, очень талантливый человек, и очень уважаемый человек, Меня поразило, как он сразу понял логику линейных городов. Он сразу понял, что это определит вообще будущее расселения цивилизации. Кто учит целого городского цивилизации? А когда… Ну, не то, что удалось. То есть там нельзя сказать, что это трассы, то это цветущий сад. Самые, которые они на русском цивилизации. А в этом плане Израиль – уникальная страна. Израиль – уникальная страна. Они сегодня умудряются на камнях выращивать зелень, выращивать деревья на камнях. На камнях. На скалы. На скалы. На скалы. На скалистой почве. В Израиле к каждому дереву, к каждому кусту подходит трука с водой. К каждому. В Израиле к каждому кусту стромжекой, крикунда, прислуха за трука. К каждому чего-то. Это просто поразительно, как они сегодня из этой пустыни сделают цветущий сад. И это удивительно. У них. У них. У них. У них. Нужно тогда прогрессить, как их кружить на роскоятную загородную. И когда Исмаил Карс, это министр, услышал о том, что делать, он говорит, вот это то, что изменит не только Израиль, а вообще всю цивилизацию. И что он в конце мне сказал? Я тебе не верю. Пока я не увижу своими глазами, я буду говорить, что этого не может быть. На что я сказал? Велкам. Марина Горка. Минск. Всегда ждем. И то, что я рассказал, это только небольшая часть того, что есть в реальности. И мы договорились, что официальная делегация и министерство бизнеса в конце апреля, начало мая приедет в Марину Горку еще до ЭКФЕСКО. И как штрих, он сказал, что я хочу увидеть Юницкого и пожать руку такому человеку. Я говорю, но это как раз не проблема. И еще как следующий, уже как итог такой презентации, что было предложено ряд проектов как в Израиле, так и за его пределами конкретных адресных проектов технологии Скайверки. Естественно, что самый главный проект это Тель-Авив и Лад, это через весь Израиль по пустыне. Но что для нас было абсолютно неожиданно, они предложили проект Баку, Анкара, Рим. Дороги уже вдоль Черного моря. И пообещали презентацию и приезд лично президента Азербайджана и Турции к нам в Экотехнопарк. Единственное, что я попросил, чтобы это было после ЭКФЕСКО, потому что мы просто не успеем подготовиться к приему. А так как это было в присутствии крупнейших бизнесменов и банкиров, то они нас четко заверили, что проблем с финансированием этих проектов не будет. И как следующий этап они стали еще предлагать ряд проектов, которые уже идут и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Это как иллюстрация того, что технология становится реальной и она становится интересной именно в бизнесу, реальному бизнесу. Потому что евреев нереальный бизнес не интересует. И сегодня мы находимся с вами на той стадии, когда мы можем сказать, не верите, приезжайте, смотрите. И я, друзья, очень рад, что мы находимся на этом моменте, что мы до этого дошли и мы можем таким образом вести презентации и представления проекта. Потому что на прошлой неделе Виктор Бабурин, это заместитель генерального директора ЗАО «Струнные технологии», Вернулся из Арабских Эмиратов, где они вели уже конкретные переговоры с Арабским банком развития, о разработке и финансировании адресных проектов уже в арабских странах, в странах Терстинского залива. А так как эти новости уже озвучили, говорили, что сейчас идет разработка уже трех адресных проектов в Индии, а также две недели назад Виктор Бабурин, в странах Терстинского залива. Буквально, анонсируя уже в понедельник, мы встречаемся уже через франшифика с группой компании, которая ведет ряд проектов в Африке по транспортировке уже и леса, и руды. А встретиваемся уже раз подлевом стратежком со представителями… Лес? Лес. Ну, лес. Дрова. Дрова. Да. И руда. Железно-руда. Железно-руда, да. Это все иллюстрации того, что начинает набирать обороты именно с запуска адресных проектов. Лес. 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 Почему мы этому уделяем очень большое внимание? Потому что это при нас так не может быть. Лес. Потому что капитализация технологий и наших активов будет идти только через адресные проекты. Лес. 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 уже юницкий конструктора непосредственно в Марьиной городу. Еще из таких ближайших событий, которые ожидают буквально на следующей неделе, после презентации, которую Виктор Бабурин будет сделать здесь на транспортной выставке, он летит в Милан для встречи с крупным фондом, который уже месяц просится к нам на встречу для того, чтобы рассмотреть возможности финансирования Skyway. И после этого будет у Алексея и Виктора большое турне уже по Юго-Восточной Азии. А здесь это где? Бабурин здесь это где? В Братиславе. Да. У него 14-го числа во вторник презентация на транспортной выставке. 14-го марта? 14-го марта в Братиславе. Продолжение следует. Бабурин здесь это где? Да, 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 конечно. То есть она же на выставке, но присутствовать могут да все, а наши слушатели в Перископе увидят все это обязательно в Перископе. 14-го, Братиславе, что же в Риславе? А Кавыстава? Франтишек, франтишек, вот 14-го презентацию Виктора на транспортной выставке. Если кто хочет, пусть я же понимаю, что открытое это мероприятие. Это не будет открытой презентации. Не открытое? Нет. А, это только для специальных... Для экспертов. Да, извините, тогда я вас... Это международная конференция транспортных технологий замерена на железничную доказательность. Будут в целой Европе эксперты. Виктор Биско. Да, для экспертов, да. Тогда все, кто хочет эту презентацию посмотреть, все в перископе. В перископе для всех. В перископе для очки проживания. Вот, и дальше 28 марта будет большая транспортная выставка в Индонезии. 28 марта будет большая выставка в Индонезии. Да, где Виктор с Алексеем будут делать презентацию технологий. Где Виктор с Алексеем будут делать презентацию технологий. И там намечена целая серия встреч с крупными бизнесменами, которые заинтересованы в продвижении проекта в Юго-Восточной Азии. Там уже целая сеть надпланованных удаловостей. Чего с тем кадрических проектов в Индонезии? Там сейчас формируется график встреч. Это Индонезия, Сингапур, Малайзия, Филиппины. Там уже са приправлено к актинограму. Средственности Индонезия, Малайзия, Сингапур. Дальше? Филиппины, да. Настолько плотный график, что у них будет все, кроме сна. Я думаю, что спать они будут в самолете туда и в самолете обратно. Но я думаю, что они молодые справятся. Они будут в самолете. А мы будем с нетерпением ждать новостей и результатов, потому что каждый шаг, каждая такая работа, она подстегивает и поднимает весь проект на новый уровень. Вы вспомните, какие новости для нас были важные, которые шли из Австралии и идут из Австралии от рода Рука. Сегодня таких направлений и точек роста их становится все больше и больше. Так это смей, а под их взрасту, система стала виак на виак популярной. Кстати, Ротбук на прошлой неделе был опять у нас в Экотехнопарке уже с руководителем Центра сертификации Австралии. Центра сертификации, безопасности сертификации и железнодорожного транспорта в Австралии. Это необязательно. То есть Центра сертификации Австралии. И ту работу, те обещания, которые взял на себя Ротбук по продвижению, он сегодня выполняет, скажем так, лучшим образом. И сегодня для нас очень важно, что помимо этого центра, который был в Австралии, сегодня у нас такой центр формируется в арабском мире, благодаря торгово-промышленной палате Словакско-арабской. Так как в Австралии был предназначен это предложение, так что разбирают в арабском свете. Я думаю, что вы уже знаете, я просто еще раз вам озвучу, что Юницкому предложили стать почетным вице-президентом этой торгово-промышленной палаты. Имея в виду, что почетный президент этой торгово-промышленной палаты – бывший президент Словакии. И в мае месяце, когда будет Словакско-арабский форум, то там будет очень достойная делегация и из Европы, и из арабских стран. И Юницкий будет представлять уже технологию не как автор и разработчик, а как почетный вице-президент уже форума, где встречаются технологии и бизнес. Вы живете в Словакии, а приходится новости узнавать от нас. Мы сейчас вплотную подошли к тому, и мы ждем с нетерпением начала этих событий, когда технология будет финансироваться за счет предоплаты по адресным проектам. С этого момента будет новый этап, новая жизнь для всего проекта SkyWay. Можно сказать, что цели и задачи, которые мы ставили три года назад запуская краудинвестинг, то есть привлекая народное финансирование, они достигнуты. Но это не значит, что наша с вами работа закончится. Я вам скажу по-другому. С этого все только начнется. У нас дальше будет бесконечная возможность по финансированию крайне эффективных адресных проектов. И будет запущено еще ряд технологий, которые сегодня есть в загашнике у Юницкого как инженер. Потому что у него как у автора именно инженерной школы, кроме SkyWay еще есть ряд интереснейших технологий. Но все должно быть шаг за шагом, пока мы не запустим SkyWay обо всем говорить просто рано. Но когда мы с вами запустим SkyWay, дальше, запуская вот этих технологий, мы с вами сделаем очень и очень много интересных, я бы сказал очень прибыльных бизнесов. И самое главное, что мы сейчас готовим, то что у всех возникает один вопрос, что будет, когда будет закрыт вход в корневую технологию. То еще раз скажу, мы запустим очень мощную инвестиционную работу, где вы будете принимать участие. У каждого из вас будет инвестиционный пакет. Мы начинаем новую инвестиционную работу, в которой каждый из вас будет принимать участие. Потому что у вас будут на руках пакеты акций, которые будут очень существенно обладать ценой. И мы сейчас разрабатываем систему, когда мы эти активы будем инвестировать в адресные проекты. Сразу забегая вперед, могу сказать, что помимо доходов, которые будут определяться инвестиционным пакетом, мы будем еще формировать доход от инвестирования в адресные проекты. И поверьте нам, что мы будем инвестировать только в самые интересные и в самые прибыльные проекты. Мы сегодня уже формируем перечень примерно из 100 проектов. Каждый из которых будет, я даже не могу сказать словом, по прибыльности или по доходности этого проекта. То есть по его эффективности. И это все возможно только когда конкретному проекту применяется технология Skyway. И мы сегодня проработку в этих направлениях ведем. О некоторых таких проектах мы уже рассказывали, мы их обозначали. О некоторых проектах просто нельзя сейчас говорить. Но общий пакет, который будет формироваться нашим инвестиционным фондом, будет исчисляться даже не миллиардами. И не сотнями миллиардами. Это будет больше. И сегодня, если вернуться вот только что к моей поездке из Израиля, почему она для меня очень важная, и я с таким воодушевлением звонил Юницкому о результатах того, что происходило. Потому что для меня это был экзамен. Потому что если евреи у себя в Израиле начинают это так принимать, значит это важно. Потому что если жить у себя дома, то начнет так то хапать, так это очень важно. Я могу сказать, что все мы с вами этот экзамен очень хорошо выдержали. И когда мне сегодня говорят, что я там рассказывал своему соседу, и он скептически на меня смотрел, по технологии Skyway. А когда я тут рассказывал своими соседами, он меня скептически посмотрел. То я всегда говорю, а я тут недавно рассказывал министру транспорта Израиля, и он просто был в шоке от того, что он услышал. А я тут рассказывал министру транспорта Израиля, а оба с тобой абсолютно в шоке. А каждый дальше может для себя делать выводы самостоятельно. А можете со стороны. Уж справиться. Потому что мнение таких людей, как, допустим, Измаил Кац или Ротхук для меня важно. А мнение какого-нибудь деятеля из интернета или там соседа мне не совсем важно, даже не интересно. Поэтому относитесь спокойно, когда кто-то со скептицизмом относится к тому, что мы делаем. Ну, не скептицизм, а как сказать. Сомнения, не сомнений. Потому что вот сегодня ехали как-то с Францишком в машине. Я ему говорил, что я сегодня не представляю, если я хотя бы один день не рассказываю кому-то о Skyway. Не можно себе представить, а не этот день без того, а у сеньких у меня справилась с Skyway. Особенно не повезло водителю, очень крупного бизнесмена, который меня возил по Израилю. Не дарилось. Не дарилось. Не дарилось. Не дарилось. Потому что первый турнир по Израилю. Мы из Хальфа ехали в Иерусалим два с половиной часа и потом три часа обратно. Естественно, он стал акционером Skyway. Более того, его руководитель, который дал эту машину с водителем. Он мне потом позвонил и сказал, что ты сделал с моим водителем. Он сказал, что он теперь о будущем знает все. И он инвестирует свои деньги и деньги своих родственников в Skyway. Но, что самое интересное, его родственник, его дядя, очень крупный бизнесмен. Это один из тех, кто участвовал в переговорах. Его привозный, главный дядя, его стрика. Он был очень важный. Он участвовал в руковании. А когда он это слушал на моей презентации, на него это произвело не такое впечатление. Незанехало на него таким справедливым. А когда вечером ему позвонил его племянник и стал рассказывать, что здесь в Израиле собираются строиться Skyway. Он мне сказал, что тогда он в это поверил. Поэтому это, конечно, такая эмоциональная окраска. Это как результат того, что мы с вами делаем. Но, друзья, это уже действительно то, что показывает результат. Ведь я сейчас даже не показываю слайдов, что было, что стоило. Потому что то, что сегодня происходит в Эко-технопарке, вы все и так видите в тех новостях, которые идут. Они вам не указывают слайды, они вразят на цепочку. Это уже шепко, что ты раз о логике кормите, а иногда за рай. Так вот только... Сегодня нет задачи рассказывать, поедет Юнибайк, порвется струна, или поедет Юнибус, или не поедет. Кстати, скорее всего, на следующей неделе мы с вами увидим Юнибус, который ездит. Скорее всего. Я не обещаю, но скорее всего. И мы с вами постоянно теперь уже... То есть этот процесс начался, и он бесконечный, когда мы с вами будем видеть все новые и новые технические решения. Этот процесс уже, который идет. А вот что для нас сейчас очень важно, это увидеть новые проекты и новых партнеров. И как показала практика последнего месяца, их появляется все больше и больше. И в конце года у нас была встреча, когда Юницкий летал в Индию, встречался с министром транспорта Индии. Потом прилетала арабская делегация с министром транспорта. Потом прилетала арабская делегация. Сейчас у нас появились израильские друзья и партнеры. В ближайшее время, как я уже говорил, будет визит в Юго-Восточную Азию. И этот процесс тоже, который не будет иметь конца, он бесконечный. И вчера, как видите шутки, у нас, так как я вернулся из Израиля, Евреев очень принято, что когда они здоровы, это очень большой в этом есть слух. Это шалом. Я никогда не знал, что это знаю. Это оказывается просто мир. И второе, когда, естественно, евреи за столом, у них лэг-хайр. Лэг-хайр. То есть это переводится с еврейства как «быть добрым». Поэтому, когда мне Алексей спросил, а как будет по-еврейски «строй скайвей и спасай планету». Я говорю «шалом лэг-хайр». Ну все, давайте, если есть еще какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Давайте уже в таком режиме. Или? Вопросы будут. Прочистить, да. То есть тогда сейчас… Юра, да? Да, он ходит. Вопросы будут, когда ты придешь вступать в другую команду. Спасибо. Здравствуйте, пар А�нέςвы. knowing thealten детства. Какاس, что если вам присоединение? Чтобы все об Honestly, довольно-таки не согласен, если вам свой 특 decision дудительство окраж filmmaking. Uno, продолжается. Но Travis, буквально такой что-то. Вопросы, доп Enter for concern. Первого этого мы쟁 summer-охрана. Напр去, нового клиента. который сейчас привлекает обходы, не поносить, что обходы, обходы, а обходы, чтобы пропаковать технологию, чтобы оборудовательная вероинность началась заоединить, чтобы писали членки, так что участвуем не в этих веерных акций, которые присутствуют ко лет, а самозреклянные участвуем от первых семинаров, которые имеют очень важные обходы. Один из таких семинаров я сейчас, то будущее. Буду о том дискуте, что как дали, а будет дали, сплнать подменки, которые они пред 5-6 годами урали. А сейчас представьте, что придет там какой-то бабурин из какой-то сплощности Skyway, который по расправе о мобильнике 4+, о которой западный инженер не имеет еще ни шайну, потому что по расправе о мобильнике 4-0. На здраве. Правда. Мобильнике 4-0 означает беспилотные авты. Это максимум, что я сейчас говорим о западной культуре, но это в понимании на целом свете, о чем сейчас дискуте, что в будущем мобильнике 4-0 беспилотные авты. Но мы с той технологией представим мобильнике 4-0. Это не беспилотные авты. Но уже о том, что Сергей будет говорить о скеновании, о учении. Малый Юник, который будет в этом Юрибайку и так далее. А до конца уже раз пан Юницкий говорит о мобильнике 5-0. Что абсолютно не в мозге тех людей, которые во велком плане будущее доправных систем. 15-15 участников такого форума, который не сице узавретый, но ма великую осудовацию и смеровацию шопность до будущего. Дальше форум будет 16-17 априла. В этом мы достали и ослабили нас. Это Слова технико- ведеция сполочность. Слова ведеция технико- форума. Один ослабили, которые имеют форумы, министр доправы, министр культуры, министр школьства, цены форумы, форумы, форумы. форумы, 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 модель, который был в Берлине, на Инно-трансе, 11. и 11. мая. Это будет общественное, как говорили, то есть что в Брне. А между тем, уробно самозревле, если бы не какую-то конференцию, будет в Чехах конференция, между тем, будет Париж, то самозревле, с властью, 8-9 апреля. И это все будет приправа на неком фестивале. Сейчас соберите, сколько акций, сколько этих членков, которые влияют на развитие в Европе в обществе, и сколько будет о спорщинности с Кайфом и уходных членков. Я уже говорила о том, что я певно верю, стою в доле, певне на земле, что довтеры с обжавой членов, что наобзо 1 или 2 человек, на следовательском адресне, что начну устала еще в течение этого года. Чиже, если хотите, чтобы... А не говорим уже о том, что еще в том, что в экофестивале особо я думаю, что во- screams то, что что ерп wild прийдет на 10 этапе. Чиже выживание, там, все подсоции, а соцсети с тёпом, подсоцией, подсоцией членков, пропагация сполочности. А потом то видите, как допадает, когда спустите снеговую гулу со стреки, оно уже не наше причинение, оно будет набалость, 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 но лучше будет при этом по той цели, когда снеговая гула идет вдоль, а когда спаднет, когда уже затворится, требуется возможность инвестиций, потому что человек никогда не будет. Чиже не отталяй наозај террас, когда мы уверительны, когда оборная вероятность начинает говорить о технологии в SkyWay, уже они нас ослабляют. Это смена, что мы не можем прийти на презентацию, уже они нас начинают ослабляют, а гласят, чим мы не шли к ним а не презентали технологию. Потому что они добре знают, что они добре знают, что если в 10 лет, они должны быть в Батиславе, то это место будет в катаспрофальной стаде. Доправных систем. Так что, поэтому некоторые 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 невероятные, но и невероятные для нас будут напоминайте доктора Юлицке. Доктора Юлицке. Так что, на августе, если пера, подчас представки, дайте себе новые паперы, придете записывать. Так, пока не знаю, когда будет 14-го презентацию, где-то во второй половине. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Ну что, друзья. Ну, друзья, сейчас у нас перерыв. Небольшой франчисик. Поздравляю вас, дорогие друзья. Испанские пистрицы. Да. То есть, у нас сейчас перерыв. Так, потом будут выступления Да. Да, друзья, я надеюсь, что, когда пойдет Скайвей, границ у нас вообще никаких не будет. Так что, надоели уже эти границы. То есть, когда тут столько летаешь. Вчера излетел из Тель-Авива с пересадкой в Франкфурте в Вену. Немцы два часа на таможне вынули всю душу. Тут, так сказать, как бы это. Но это невозможно просто. Уже как надоели эти границы, как надоело это вообще, так сказать. Все это уже хочется просто в юнибайке сидеть спокойно и это самое. И когда говорят, что это невозможно, друзья, невозможно было представить 20 лет назад, что мы вот так вот вещаем, делаем, как бы это. Сегодня это все это самое, все реально. да, мы еще пока это самое. Да, работа, работа, да. Это жена Франчисика, так что прошу это вам. Так что процесс идет. Ну вот, друзья, поэтому как интернет убрал границы между информацией, так транснет уберет границы между странами, между народами, между и все будет. И все будет. Хотят это чиновники, не хотят это чиновники. Все это, друзья. Уже, видите, все ходят, улыбаются. Все как бы это. Все, все это. Все замечательно, я могу сказать. Друзья, поэтому уже это раньше, когда вот я приезжал на первую конференцию за год назад, тут вопросы задавали. То есть все, ну то есть это же непонятно. А сейчас это уже встреча друзей, встреча единомышленников, встреча уже ну и друзья, я вам так сказать, могу сказать, это больше миллиона долларов инвестиций в месяц. Вот что такое Словакия. И это маленькая страна, это ну это колоссально. А сейчас Чехия начинает работать. Там, где Франтишик работает, это просто высочайшего уровня профессионал, высочайшего уровня. Человек приходит инвесторам, мы уже говорили, что и мы со временем их не просто покажем, а вы и познакомитесь и лично увидите с людьми, которые уже инвестируют больше миллиона долларов личных инвестиций. Это как личный. И таких, друзья, у нас уже четыре человека. Это действительно важный такой вопрос. Это действительно доверие и уважение к таким людям. То есть вы увидите, как их и Юницкий личный, и проект Skyway. Ну то есть посмотрите, как это дальше будет развиваться. Но это все-таки уже достойно. И они все вышли из Восточной Европы. Это естественно все не бедные люди, богатые. Но все-таки вопрос с финансированием это большая ответственность. У меня есть один товарищ, вы тоже его увидите в Экофесте, который три года назад инвестировал 150 тысяч долларов. И это тоже тогда была ответственность очень большая, когда не было экотехнопарка, не было производства, конструкторского бюро. Но человек поверил в это, инвестировал. Естественно, что тогда, когда дисконты были по четыре с половиной тысячи, конечно, это большие деньги сегодняшних когда-то. Но сегодня, когда это все превращается в проект, в реальность, понимаете, что это плата за риск, за бизнес. То, что сегодня нет. И сейчас, когда идет производство, то есть вот эти вот инвестиции, которые сейчас идут, это залог того, что девятый этап будет выполнен. Выполнен очень быстро, очень качественно. И я далеко не исключаю, и Юницкий также сказал, что есть определенное такое представление или уверенность, что еще до экофеста будет смена девятого на десятый этап. Это тоже, друзья, для нас очень и очень важно. Да, будем стараться. Ну все, друзья, давайте тогда сейчас перерыв. У нас, так сказать, тут и переговоры. Это так, что вот мы, видите, показываем. Работа идет, и эта работа очень такая приятная, благоприятная, такая очень душевная. То есть вот, что в Брно было, вот в Чехии на прошлой неделе, что сейчас. Потом вот у нас в понедельник, вторник Виктор с Кириллом Бадульным прилетят сюда, мы и на выставке будем участвовать, и переговоры будут вестись там целым рядом. Потом Виктор полетит, я говорю, в Милан. Я уже месяц командировки, поэтому я все-таки до 24-го, когда будет у нас делегация официальная из Челябинска, я все-таки чуть-чуть, так сказать, как бы семьей хоть побуду, а то, конечно, оно приятно, конечно, что есть работа, результаты приносит все, но все-таки четвертую неделю в разъездах это тоже, это тоже, друзья, так сказать, это напрягает. Но заловаться никто не будем. Молодежи приходится летать дальше, так сказать, я хоть такие недальние перелеты, вот, они, конечно, сегодня просто будут жить в самолетах, потому что, ну, сейчас такое время, сейчас такое время. Ну, все, друзья, давайте тогда до, наверное, сегодня еще, когда будут вопросы-ответы, еще, так сказать, я включусь, так, в Челябинске будет конференция, нет, в Челябинске, друзья, ну, там проводятся регулярно, и Григорий Михайлович проводит, и самое, но мы пока, так сказать, свете, то есть, и так с тем графиком командировок, и конференций, которые сейчас, вот, намечены уже Чехия, Венгрия, Италия, вот, Франция, потому что, эти инвесторы, они как раз сейчас, ну, просят, чтобы была информация, была, ну, скажем, ну, не из первых уст, потому что первые усты, это все-таки, Юницкий и Бабурин, так сказать, а мы все-таки то, что сегодня комментируем, делаем, и по мере возможностей участвуем в этом проекте. Все, друзья, давайте, перерыв, как где-то через минут сорок, может быть, будет и вторая часть, и выступление, тогда я, тогда еще, еще включимся. Все, друзья, так, ну, видишь, Андрей, разобрался я в этом чате, единственное, что, друзья, у меня просьба, очень большая просьба, там есть такое понятие, как модерация чата, то есть, если какой-нибудь хулиган или там нехороший человек влезает, начинает писать, вы просто ставьте комментарий, ну, там будет эта самая модерация, и он будет удаляться в автомате из этой модерации, потому что, если просто удалять самому гадость, то нельзя следить за этим. Если вообще отключить чат, то становится, ну, как бы такой, мертвая трансляция, она ни о чем. Поэтому все-таки писать и обмениваться, я считаю, надо, но включена функция модерации. Поэтому, если кто-то там пишет какой-то хулиган, и я его не удалил, то вы просто ставьте там отрицательный отзыв, и он в автомате будет это самое. Поэтому это у меня просьба, как бы, ко всем, кто... Вот. Ну, а как мы уже говорили, со временем, наверное, со следующего мы мы собираемся переходить ВКонтакт. Вот. Просто пока ВКонтакт работает... ВКонтакт и Фейсбук работают через Эйпл, не работает через Андроид, через Амспорт, но где-то со следующего месяца обещали ввести функцию. Я, соответственно, тоже буду переходить ВКонтакт, он удобнее. Ну, все, друзья, давайте, так сказать, это до встречи. Строй SkyWay, спасай планету! И сентябр, 5 месяцев. Аж 4. октября 2016 он получил, в котором он узнал, что он работает с компанией, которая в порядке. Не было легкая история, он не видел ничего такого. Он уверен, что все в порядке. что компания предлагает, и что хочет у нас реализировать. В октябре, конференция, которая была в моем отеле, и я была частью этой компании. Я потом звонил инженеру Соларо. И я хотел с ним встретиться. Я пошел в шал, и мы говорили. 2. октября, мы говорили три с половиной часа. Сергей, Виктор и Алекс они ждали в городе. У пива. Три часа, да. Ну, это была полезная встреча. 4. октября я решил, что идут сотрудничать с компанией. Я купил пакет на 10 тысяч долларов. Раз в ручку на 10 месяцев. Взял и маркетинговый план. Я все нарисовал. И начал над этим думать, каким способом это все сделать. Что у меня было в планах. В компании удалось все больше денег. Они доверяют мне. Стартаповые проекты всегда влажные в двое. Стартап проекты и доверие. Всегда. Я поняла эту систему. О том, что говорил в первой презентации сегодня. У меня есть деньги. Такая возможность сделать организацию и инвестиции. Организации формовки. Что случилось до обеда в ателье Беловых смоковцев. Субтитры. 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 Ничего не положительного, негативного не можно видеть и прочитать. Как я стал экспертом? Я должен был вложить в собственные деньги, финансы и обеспечить людей и помочь им, чтобы они стали лидерами. Чтобы они знали, в чём стоит дело, чтобы имели эти средства как компьютеры, эти стенды, чтобы поняли, что… О чём дело? Вы все путешествуете и знаете, какие дороги железнодорожные… А, когда идёт снег, SkyWay не вредит. Я присунулся в лекции. Лекции в Пресове были… По вторникам для всех. Потому что мы все хотим, чтобы цены помогли. Чем скоро до сполочности донесем инвесторов, когда мы привлекаем инвесторов и источники финансов. Компания начинает работать в рамках адресных проектов. Но цена и стоимость будущих акций будет выше и выше. Вы можете иметь несколько возможностей на ликвидиту, но у вас несколько возможностей, как это не будет об этом говорить. Это начало в мае прошлого года. Как вы все знаете, что… Когда человек ценит свои деньги, которые пришли к ним в своей работе… Малорисковый проект… Там нет венчурности. В январе, начало в январе… Один из людей, который меня материи ввировал, это был Сергей. У нас проводил отпуск с семьей. У нас было много возможностей и времени говорить про Скайвей. Слева, вправо и наоборот. При разных ситуациях… …а всегда с своими реакциями… Он всегда с своими реакциями… …а… …презвячиво, что мне не есть уверя. Что? Так что… Так что… Тим сам может всем даже по-дякоить… Спасибо вам. …править. …а я спокоен из тех, что потом спал. А спокоен из тех, что потом… А… …а он спал потом как у дне… …а дальшими людьми, которые заслеповали в Словенском инвестерном. Мы участвовали 5 и 7 февраля в этом году в визитах в Минске, в Мариной Горке. Вы видите фотографии с первой части, 6 февраля, это было рано, когда пришел шофер. И встретились с проектовой организацией, которая у SkyWay, и там они работают над проектом этой компании. После нашего разговора, который длился один час, показывает вас, мы говорили с точки зрения сертификации, мы потом пошли посмотреть эти места, где находилась наша команда, в форме информационного отделения. А так, все, что с этим позже... Информационные, где? Люди очень хорошо работают. Везде работают. Где мы остановились. Каждый из них знал, что он делает. Было видно, что это мозг всего. Везде те люди работали и могли бы мне потом сказать, что сезти в машину и 60 километров ехать в Марину и горку. Да. Было там минус 15 градусов, когда мы вышли из машины. И могли все посмотреть. Там были рабочие, которые работали и там. Возможно увидеть эстакаду. Как 29. ноября началась сертификация и на юнибайке туристической участок. Подготовленная траса 16 километров, где будут тестированные системы. Вы, которые там пойдете. Вы, которые там пойдете. Вы увидите demonstрацию всех вариантов. Там есть простой, где принимают гости. Это пан Ивницкий. Господин Ивницкий. Пан тоже хорошо. Мы видели со своими глазами. Посол пришел, что правительство приняло расширить, да? Как территорию внутрь. Выделили еще 16 километров. Угу. Как возможно быстрее? Это была следующая обстановка нашей дороги. Мы потом остановились в производстве на окраине Минска, где компания подготовляет новые технологии. И, как и все, что нужно, что нужно, чтобы в технопарке все было в хорошем порядке, что касается сертификации. Вы видите здесь струну. Она, как бы я сказал, техническая часть, этого рельса. Она обеспечивает два,처�ейство, два, 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 два. Диск side, два, два, два. Там бегало, поэтом рессе. Мы были очень рады, что мы могли сфотографировать. 14 местных универсий здесь. И потом мы были ищем на универсий, на котором участвовали в господине Нюнинский и вы. Мы чувствовали себя там очень хорошо. Он вернулся, а туда доволен. Очень доволен. Когда были у него какие-то сомневания, уже потом их не было. Что в конце сказали? Я думаю, что успех человека в рамках бизнеса очень часто вязания на время. Я думаю, что вы в правильном времени, на правильном месте. И вы можете доверять спокойно этому проекту. И вы, у которых хотите финансировать эту кампанию, что вам нужно на себе работать. Очень способная Академия ГОЛДЕН РОД, что вам надо онышить в то время. И мы пишем на всех силах, которые вы знали, что вы знали передать дальнейшим людям, и потом вашим знакомым, Которые решили инвестируйте проект. 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 А вы не получаете бонусов, когда вы участвуете в такой кампании. Мы частью целосвитового проекта, если вы активно участвуете или вы активно участвуете. Самое важное для нас в будущем это наши акции. Наши акции. Будущие акции. Потому что каждый один подел, каждая опция на будущее акции... Реалная стоимость 0,9. Реалная стоимость. Реалная стоимость. Реалная стоимость. Реалная стоимость, что вы... Реалная стоимость. Можем делать потому, что вас может. ...посчитать откупение ваших поделок поверь 1 к 1. Или просто будет там возможно, что тихи великие инвесторы на полуглубь. Ваши инвестории вас может предлагать наше откупить, наше откупение, но все это будет делать. Которые не будут заделки. Как я хочу купить за тысячу центов, так я хочу продавать за 10 центов. А не все материально чего-либо, на конце мазара не спрашивали, как я имею в виду. А как это смарт? Вот это мое слово. Что? Интелегент. А не, не, интелегент. А то это роботично к ушку. А как это шиком не разумный? Когда я разумный. Да, хитрый, хитрый. Хитрый. Хитрый, хитрый. Хитрый, хитрый, хитрый. Ну, так при чем нет? Так потом, потом, почему нет? А то, что право семки говорили, то, что мы теперь делали. Пан Янницкий сам миагрил. Господин Янницкий. Когда последний раз мы вместе говорили. В другой неофициальной организации. Но в этой, где мы, где мы делали кавиар. Где мы делали кавиар? Ну и круг. Просим, слава? Ну, не слава. Что мы делали кавиару? Шалатова. 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 Мы сами. Он тоже говорит, что люди, в том деле, как когда он делает тренинг, они ничего не делали. Он сказал, что это маленькая тренировка. Представьте, как он был чувствовать, как он начал говорить о космических программах. Он говорит, что это было так, как я начал говорить о своих планах. Не успеваю уже. Не успеваю уже. Это было так, как в 70-х годах, когда я уже не работал с космическими программами. Эти хитрые люди. Эти хитрые люди. Они не видят в этом еще. Хорошо. Слабы. Что здесь предлагает. Поэтому, что мы сейчас не понимаем. Где вы сейчас представите. Что это может быть? Если его сделать. Ваши госпрады. Но для вас есть удар. Вашей, кроме того, чтобы все будет работать о том, что мы будем чувствовать себя очень хорошо. В этом году будет целый год. В этом году будет нашкартование адресных проектов. Чем больше адресных проектов нашкартовали, больше адресных проектов будет кратче выравнивать, а нам нет, где они чинят, чтобы реальная работа в наших вакцинах не было ниже. А потом, что уже будет на курсе? Да, она управляет тоже. Рынок? Не подумайте, если у господина Яницкого в планах до трех лет, ну, год. Нет, нет. Как будет развиваться? Да. А ценивание наших акций уже ниже. Это надо превратить цему. Первое, что будет по этой схеме, когда закончим первый этап, то, что у господина Яницкий будет уволнить и вероваться, и не будет собрать праву, безвиднему, к космическому проекту. И будет делать вот это. У нас есть очень реальный. У нас есть очень реальный. Очень реальный. Возможность такая. Снова только микромаркетинг. Сказочная стоимость, однако тысячи месяцев. Сколько дискуссий было дискунтом, когда ты попросил первый дискунт? Дискунт какой был? Ну, четыре с половиной, по-моему, тысячи. Нет, только четыре тысячи. Что бы сказали наши клиенты, когда бы им предлагали такой дискунт? Да? Уже? Видите? Так же, в нем преду, преду, трошку, то, что заветованье, что, ано, мы можем выбрать. У нас тут возможность выбора. Ты чувствуете в себе внутри, что это очень добро, когда вы этого не чувствуете, вы это не делаете. И не предлагаете это другим. Так, не делаете. Прето, я была такая тяжкая с родиной. Вы знаете, что, сколько я вам за своей родиной? Как вы думаете, сколько людей из моей семьи в бизнесе? Так, сколько людей. Так, в рак, в рак, в луце, в рак. А на лучшее будет продавать овощи фрукты. А что? Доброе. Так что, это так, чтобы мы могли видеть, что все-таки маркетинг это феномен, который работает для нас. Это очень важно. Если вы берете такую цель, если мы хотим активно работать, мы собираемся только как один инвестор. Почему нет? Я просто effectively думал о måуре, если я хочу думать, о моих детях и внукахigan в будущем... Его проблема, Продолжение следует... 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 и не описать интернет и что такое смартфон в принципе ничего страшного нет то есть с точки зрения что не описали что у каждого в кармане смартфон что в этом скажем так вот особенно но первое есть финансовая сторона этого вопроса финансово сегодня интернет и технологии это самый крупный рынок в мире самый крупный сектор он крупнее чем нефть газ строительство и все остальные продовольствия сегодня из всей мировой экономики которая составляет порядка 70 триллионов долларов IT рынок это 7 триллионов поэтому тот кто описывал будущее и не описал самый крупный рынок то с точки зрения финансов 0 цена такому продукту почему это лично для меня очень важно с точки зрения науки потому что один из критиков системы skyway в россии это очень высокопоставленный академический профессор академик российской академик и он я в ответ ему то есть со своей стороны прихожу с его книгой прогноза 1990 года там есть обо всем кроме интернета и а сейчас он как описывает будущее он опять называет какие-то технологии на пиво там целый набор опять новых технологий вот здесь опять предповеда о нано и био а так далее я ему задаю вопрос если 30 лет назад ты не описал то что сегодня то почему ты сегодня берешь право описывать то что будет через 20 лет но благодаря скажем но через его рекомендации через его направление правительство россии инвестировала десятки миллиардов долларов в так называемую науку по удачу пространство моего предповедей русские министерства инвестировали миллиарды 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 да и одно из них это нанотехнологии то есть у них логика такая что это если очень маленько то нельзя разглядеть куда уходят деньги и сегодня отдача от этой науки 0 куда вкладываются десятки миллиардов долларов визнан с того и нуловые технологии потому что эффект есть нула миллиардов и вся футурология все будущее используется только для того чтобы прикрыть куда тратить деньги сегодня то что мы сегодня делаем это совсем другое мы знаем как будет выглядеть и чем будут пользоваться люди через десять лет все каждый житель земли так же беременную украины это разбили это мы люди и тому что они и сегодня есть четкое утверждение если ты знаешь будущее то ты очень богатый человек исправны исправны а если в будущем если ты называешь себя футурологом или пророком и ты бедный то это вранье в этом плане авторитеты которые допустим для меня являются с точки зрения футурологии это илон маск это богатейший человек который занимается новыми технологиями это курсвелл это вице-президент компании google тоже один из богатейших людей сегодня и естественно человек который вызывает полное уважение с точки зрения футурологии предвидения это джобсон который создал крупнейшую компанию за всю историю развития это 900 миллиардов долларов сегодня стоит и потому что когда он увидел смартфон который к нему принесли он понял что через десять лет все человечество будет делиться на две части на две категории первая часть которая уже имеет смартфон и вторая которая хочет его иметь вот сегодня все развитие интернета и все развитие технологии показала что он был прав так есть история и самый главный показатель это капитализация это 900 миллиардов долларов это компания которая сегодня на этом рынке занимает практически половину и как мы говорим это факт медицинский с ним спорить бесполезно то же самое что мы сегодня делаем мы утверждаем что юнибайк через десять лет будет делиться у кого есть юнибайк и кто хочет его иметь и у нас очень много идет аналогии между интернетом и трансметом ну первое что обычно я люблю говорить вы открыли ноутбук или нажали на кнопку смартфона и вы в информационном поле вы получаете информацию вот вы вспомните как мы раньше получали информацию в девяностом году когда я учился в институте в 90-х годах надо пойти в библиотеку заказать статьи потом написать от руки реферат и сдать преподавателю моя первая курсовая работа которая была в киевском институте инженеров гражданской авиации была транспорт будущего поэтому когда юницкий мне начал реально о транспорте будущего я уже был подготовлен теперь скажите у кого нибудь сегодня возникнет желание идти в библиотеку чтобы получить какую-то информацию максимум открытного более того глядя сейчас на подрастающее поколение он уже разговаривает с интернетом голоса я приведу такой пример перевести римские цифры в арабские как это делает сегодня умный человек открывает интернет находит таблицу переводит как это делает сегодня подрастающее поколение он с голоса говорит у них есть выпали сегодня программа а он говорит быстренько не переведи такое-то число или в арабское или в римское у него на это уходит 10 секунд это показатель в принципе я это делаю за 5 минут пока таблицу найду что делает сегодня современный человек вхожу в интернет и одной рукой руля машины начинаю набирать вопросы что делает подрастающее поколение он сразу говорит какой ближайший мультик где можно посмотреть естественно ответить на вопрос который он мне задает папа а какой у тебя в детстве был интернет как вы понимаете сегодня уже невозможно и поэтому сегодня понимая как это все развивается то есть футурология это описание тренда и две недели назад ну скажем так сообщество футурологов с кем я общаюсь мне поставили пятерку за один мой такой очень значимый прогноз который был сделан здесь при франтишке когда мы стали описывать что в нашем юнибайке будет стоять суперкомпьютер искусственный интеллект и каждый будет пользоваться этим суперкомпьютером более того мы уже даже начали вести предварительные переговоры с IBM которые разрабатывают компьютер ватсон и эти переговоры скажем так потихонечку идут на уровне среднего звена так вот на позапрошлой неделе IBM опубликовала направление своей работы о том что она ватсон то есть компьютер ставит в самодвижущиеся автобусы это целая программа которую они разрабатывают и после этого мне написали и позвонили очень много людей сказали что вы абсолютно правы когда сказали что в каждом юнибайке будет стоять ватсон но когда мы предполагали и описывали что будет стоять суперкомпьютер в этом есть определенная логика первое что этот сам компьютер большой его носить невозможно поэтому должна быть мобильная платформа и второй очень важный момент что когда вы общаетесь с голосом со своим персональным компьютером чужие уши здесь не нужны это персональный перевод это персональный компьютер это особенный почитать а сегодня закрыто индивидуальное пространство кроме как в юнибайке сделать нигде невозможно таким образом если проводить опять же аналогию между интернетом и транснетом то что мы создаем то что с точки зрения футурологии то есть ближайшего будущего что такое юнибайк и что такое транснет вы открыли ноутбук и вы в интернете когда вы садитесь в юнибайке в своей кухне то вы уже в транснете и если вы получаете информацию не вставая со своего стула из любой точки мира то транснет это не вставая с этого же стула вы перемещаетесь в любую точку мира так что не погибают соседей и самолет не погибают в любом на воде света когда мы начинаем это рассказывать это сегодня невозможно представить кто не погружен в проект SkyWay когда мы говорим если о них представить кто не понорен на проект SkyWay все начинают понимать что мгновенное перемещение это телепортация а у нас мгновенное перемещение это заниматься с обычным своим делом но при этом ехать то есть робите то что хотим а что там цестовать вот Адриан кому закону занимается спортом при этом сегодня система SkyWay и Unibike построена таким образом что можно заниматься спортом и при этом ехать Адриан так что спортовал Unibike и молодим лиц и головал так что вниз Unibike и можно здесь спортовать поэтому это мгновенное перемещение то есть вы занимаетесь спортом что вы делаете обычно в спортзале но при этом ваш спортзал едет со скоростью сначала 150 км а потом 600 но что особенно понравилось нашим еврейским друзьям что вы не просто занимаетесь спортом а вырабатываю энергию вы складываете в аккумулятор и с помощью ее же перемещаетесь то есть у нас ничего не пропадает даже гантели которые вы поднимаете вы заставляете работать под перемещением вы можете не крутить бедами но тогда придется платить за электроэнергию но тогда придется платить за электроэнергию и когда мы возвращаемся говорим про Unic то есть это внутренний операционный коммуникатор между вами и интернетом чтобы было понятно чтобы было понятно что сегодня Ватсон то есть вот этот суперкомпьютер ИПМ он один по мощности как наверное все компьютеры в Словакии он сам и для того чтобы он эффективно работал нужны очень сильные каналы связи то есть коммуникация мобильный интернет и спутниковые трансляторы не могут этого обеспечить это может обеспечить только оптиковое волокно но оптиковое волокно сегодня невозможно сделать везде доступным с такой инфраструктурой но технику оптического волокно не можно везде завести с такого такого технологического решения нет не есть такие технические решения всегда есть разрыв где надо ставить электронный ретранслятор так что есть в детстве место где это порушить а может там быть ретранслятор а потом трансформатор и уходить Транснет и Skyway решают эти вопросы автоматически Транснет а Skyway и erreichen одно school у нас в каждом рельсе зашито оптиковое волокно в каждой нашей кол 아니고 В каждом поддержке terra kommer ξерчин сделать оптическое волокно поэтому туда куда приходят струнные рельсы автоматически приходят оптиковое волокно там там эта команда струновые колainницы и исходя из этой логики когда мы будем считать что Транснет состоялся когда он Faz пару Транснет изinity когда все проекты неважно где они строятся соединятся в единую сеть вот тогда сигнал из любой точки по оптику будут попадать в любую точку и вот тогда же вы не вставая со своего стула вот по нашему прогнозу это 15 лет через 15 лет а эти 15 лет каждый день будет строиться от десяти до пятидесяти тысяч километров в день откуда сегодня идет эта цифра за двадцатый век было построено 36 миллионов километров автомобильных дорог это территория под дорогами сегодня как две великобритании это оставим за скобками то есть не это мы сейчас обсуждаем если говорить автомобильными дорогами то в двадцатом веке они строили со скоростью три тысячи километров в сутки так что в двадцатом веке эти цены так что в двадцатом веке технологии SkyWay по затратам материалам и строительству на порядок более технологичным технология SkyWay так что в двадцатом веке поэтому тридцать тысяч километров это вполне осознанная цифра которую мы сейчас говорим так что тридцать тысяч километров это вполне ведомо но с точки зрения футурологии я могу сказать что будет больше потому что уже через три года проектировать и строить это будут роботизированные системы то есть будут строить роботы и мы сегодня уже думаем и работаем над созданием этих роботов и оценить с какой скоростью они будут проектировать и строить сегодня практически невозможно это также можно наверное оценить что когда джок создавал свою компанию Apple он наверно даже в самом страшном сне не мог представить что его компания будет производить 100 миллионов компьютеров в год я не могу представить что его фирма будет вырабатывать 100 миллионов компьютеров в год потому что когда его друг с кем он учился в школе он продал 10 процентов ему принадлежащий Apple за 800 долларов он не поверил что они в 1976 году до конца года произведут 200 компьютеров не верил до конца же 76-го в год в год до конца года сегодня эта доля стоит 90 миллиардов долларов это как раз оценка футурологии это оценка предвидения еще сейчас очень интересный пример который обсуждается в интернете который такой очень-очень показатель в 2010 году один программист из силиконовой долины программа ради хохмы ради прикона просто ради смеха купил две пиццы в интернете за 10000 биткоин сегодня эти две пиццы стоят 117 миллионов долларов наверное это самые дорогие в истории пиццы То есть человек, который делал, он просто не верил в то, что биткоин может обладать какой-то стоимостью. Человек, который в программе не мог верить, а не предвидать, что это будет так. Когда мне в 2011 году предложили купить на 10 000 долларов биткоинов по цене 10 центов, за что бы я тоже не купил. 10 центов за 1 биткоин, да? Но я из-за этого не кусаюсь в свои локти, я не понимал, что такое биткоин. Как вы относитесь и как вы вообще смотрите на криптовалюту? Я сразу отвечаю, мы относимся к ней настолько хорошо, что мы будем создавать свою криптовалюту. И это будет еще скорее всего либо конец этого года, либо начало следующего. И это абсолютно естественный процесс, потому что у нас 150 000 акционеров сегодня, тех, кто уже в реестре. Мы плавно и приближаемся к миллиону людей, которые зарегистрированы в проекте. Но, что самое главное, с запуском адресных проектов мы будем имитировать ценные бумаги, которые будут подкреплять эту криптовалюту. Что сегодня не может сделать ни один проект по криптовалюте, а их почти 1000. Но об этом мы будем говорить чуть-чуть позже, и вас, акционеров, убеждать в том, что это очень выгодно, тоже чуть-чуть попозже. Маленько, дескоро о том будем говорить, а предсвенчать вас о том, что мы сегодня чем занимаемся, это мы назвали термином «прикладная футурология». То, что мы делаем, это уже создаётся. То, что мы делаем, это уже создаётся. Мы объединяем ряд возможностей, то есть то, что даёт суперкомпьютер, когда это будет установлено в Unibank. Вот приведу ещё такой пример, очень показательный, очень интересный. Дальше три фактора, которые были интересные. Когда мы проводили, участвовали на прошлой неделе в Чехии в Брэно, в выставке инновационной? Твердый тюждень. Прежде мы были на выставе инновации. Прямо за стенкой от нашего стенда находилась компания, которая занимается фотонной диагностикой. На каждом станке собираются фотоновые диагностики русского организма. Я не буду толку, вы все, наверное, с медицинскими вещами сталкивались, что информация о состоянии человека находится в очень многих, ну скажем, параметрах. Кровь, ДНК. Очень много. Направление, которое разрабатывает вот эта фотонная диагностика, это когда вы прикладывая ладонь к определённому прибору, он сканирует и полностью выдаёт диагноз того, что у вас происходит в организме. И дальше целая методика, как уже профилактически восстанавливать или лечить, соответственно. Кому были, самозревле, поручания, как бы делать далее превентиву и профилактику лечения. Сразу, естественно, возникает вопрос, а почему тот, кто садится в Unibike, не может быть просканирован и, соответственно, сразу, чтобы ему суперкомпьютер выдавал диагносту? Что это привезли к осадке? Причём, что таких-то скенер не могло быть Unibike, а не могло быть с этим тестующим оскенованием? Нет. Если такая возможность есть, то, садясь в Unibike, вы сразу получаете в автоматическом режиме сканирования и, соответственно, он сразу будет выдавать рекомендации, как устранять. Если у вас отклонение по давлению, значит, он может внутри Unibike отрегулировать давление. Соответственно, если какие-то проблемы с атмосферой, то есть с дыханием, он может добавлять определённые вещества, и вы будете дышать теми веществами, которые вам сегодня нужны. Пока терпитель, никакой недостаточности рыхания, так далее, может сопридавить кислый, требоваться в воздуху. Всё, что я сейчас говорю, это отдельно тестируется IBM с помощью суперкомпьютера Watson. То, что мы говорим, то есть тесты, которые в фирме IBM почитачи и Watson. Но это отдельный и очень дорогой проект. Это самый статный агромедральный проект. А мы сейчас ставим вопрос, а почему нам в 100 миллионов Unibike, которые мы будем производить, не установить такую систему? А причем, мы момент результата, это причем, на так-то систему, то в 100 миллионов Unibike они могли дать? Это будет очень дешево, потому что массово. И этими свойствами будет обладать каждый Unibike. А где-то у вас возникает каждый Unibike? И когда у вас есть возможность перемещаться и заниматься спортом? Когда ваш суперкомпьютер, как сказал Францисик, его будут звать Unibike, может сканировать ваше состояние и консультироваться с ведущими медицинскими центрами мира? Когда у вас практически неограниченные возможности по связи, потому что у вас над головой оптика волокна? Когда у вас персональное пространство с аудио и видео стерео изображением, настроенным под вас? Ваше персональное пространство около вас осталось на вас. Когда перемещаясь, вы можете либо общаться, либо получать любую информацию, которая нужна? Приместируются вы можете доставать информацию, доставать информацию. Я задам такой вопрос. Кто откажется от такого Unibike или от такой машины, возможности которой у вас есть приобрести? А с учетом того, что в массовом производстве он будет стоить, как сегодняшний обычный смартфон? То я вам задам вопрос. Я сильно ошибаюсь, когда говорю, что все человечество будет делиться на две категории. Те, кто имеет Unibike и тот, кто хочет купить. А с учетом того, что будет очень много финансовых схем, когда можно его брать в аренду, в лизинг или пользоваться на время? И с учетом того, что в эту платформу будет вставать все больше и больше функций, на которых мы сейчас предположим, даже не можем. А еще завладим в том, что там те платформы, где другие возможности, о которых мы еще не знаем, можно заместить. То наше утверждение как футуролога в SkyWay, что Unibike и все, что будет производить, это и есть будущее. А с учетом того, что скорости, которые мы сегодня обсуждаем перемещение, сам Unibike своим ходом может идти 150 км в час. Когда он будет стоять в скоростном Unibus, как купе внутри, он будет двигаться со скоростью 600 км в час. А сегодня Unitsky уже показал и декларирует о том, что следующая гиперскорость, которая будет в SkyWay, это 1250 км в час. Но это следующий этап развития SkyWay. Не могу не вспомнить наших еврейских друзей. Когда к ним приехал Илон Маск и начал рассказывать, что надо строить Hyperloop со скоростью 1250 км в час. Они ему задали вопрос. Ты Израиль на карте видел? 1250 км в час это 5 минут из одного конца израиля в другой. 5 минут из одного конца израиля в другой. Там другая проблема. Там вечером в четверг 5-часовые пробки, потому что нет дорог и все едут одновременно. Поэтому основная проблема, которая сегодня стоит, которую мы будем вместе с ними решать, это проблема провод. Это главный проблему, который будем вместе с ними решать. И вторая проблема, которая сегодня стоит, это убрать фуры с сегодняшних дорог. А другая? Другая колледж Талганская. Забрать, что это Макарьевский ЦС. Для этого опять Hyperloop и 1250 км в час не надо. И еще очень важная проблема, это сегодня добраться до месторождений, в которые не может прийти железная дорога. Пустыня, джунгли, вечная мерзлота, болота. Опять же, это все не для Hyperloop. И вот эти все направления уже готовы для того, чтобы начинать строить прямо завтра. Сегодня. И вот такие проекты мы сейчас уже рассматриваем, делаем и запускаем. Отчасти мы вам рассказываем об этих проектах, но о большей части мы сейчас пока говорить не можем. Да. Так что в сущасности мы о тех проектах, которые поступки вам рассказываем, о технологиях, которые распространены, тоже вас информируем, но не о всем вам можем еще говорить. Я думаю, что вы понимаете, как люди, которые имеют отношение к технике, что мы и так уже показываем больше, чем вообще хотелось бы. Я думаю, что вы понимаете, что те, кто вы понимаете в технике, что то, что вам сейчас говорим, что вам говорим много, они это не делают. Идеально было бы сделать, а потом показать. Идеально было бы уробить, а потом указать. Но у нас такое возрешение. Потому что у нас акционеры и они и так спрашивают два вопроса. Почему так медленно и почему так мало? А почему так мало? То есть то, что мы создаем самый крупный в мире рынок и решаем весь транспортный аспект, который сегодня стоит перед транспортом. Мы этим занимаемся с точки зрения краудинвестинга меньше трех лет. И мы потратили с точки зрения любой автомобильной компании смехотворные деньги. Это никому не волнует. Поэтому мы не то, что вынуждены, это отчасти. Мы собираем такие форумы, как экофест, который будет 1 июля. Для того, чтобы первое показать, что сделано на сегодняшний момент. Показать направление, в котором мы работаем. И отчитаться за каждый доллар, который мы потратили. И завершая эту часть, нужно сказать, что то, что мы потратили, что мы все увидим 1 июля, это конечно будет грандиозно. Да, а будет это грандиозно. Я некоторые аспекты знаю, но не знаю. Некоторые аспекты познам, веем, но не поверь. Так, ну что, тогда давайте вопросы, если есть, то я бы ответил на таком вопросе. Первый у меня вопрос. С точки зрения футурологии, понятно, почему мы серьезно сегодня не относимся ко всем остальным футуровым? Да. Я вам ясно? Ано. 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 Что, с повликой с футурологией мы с остальными брали так, что их не узнаваем. Потому что неописывающее будущее не представляет, как оно будет. Они предвоздают будущее, а не представляют, как это будет. В этом году. В этом году. В этом году. В этом году. Я бы я спрашиваю, что я первый раз на таком фóре. Я очень надеюсь на том, что это проект. Но я бы спрашиваю, что это не многие знаете, но я бы хотела видеть, как этот проект охранен, это проект перед людьми, которые, ну, говорим, перед неправильниками. Дальше во свете превладает терроризм. Это система на порядке, даже не на порядке, а на два порядка более безопасных, чем авиация. С точки зрения терроризма, это проект, а решения проекта, что пора лучше, как субчастные в летецкой отправке. Это просто технологическое решение. У нас нет 200 человек, которые находятся в одном пространстве, сидят в бочке с керосином на высоте 10 000 метров. Мы сидим в юнибусе, который едет по земле. Поэтому это само по себе безопасно. С точки зрения защиты от уничтожения, то это система очень интеллектуальная. То есть она сама отслеживает, что происходит внутри. Это система высокоинтеллектуальный, автоматически настален так, что есть система сам о себе, что саму действует. Тот юник, который будет внутри, он же не только будет с вами разговаривать и вас обслуживать. Он будет следить и за тем, что происходит вокруг. Он следует, что происходит на округе. В том числе, если вы зайдете и сядете в этот юнибайт со взрывчаткой, то он вас привезет не туда, куда вы хотите, а туда, куда надо. Это более сложные вопросы, но с точки зрения обеспечения безопасности аналогов или с чем-либо сравнить сегодня невозможно. Ну, опять же, с точки зрения противодействия проекта, ну, это больше, наверное, можно назвать конкуренцией. То противодействие будет всегда, как и у любого проекта, и у что-то нового, у любого проекта. Но по мере развития проекта, да, у нас увеличивается количество врагов. Тех, кто противодействует. Но что самое главное, что у нас увеличивается и количество сторонников. Самое главное, что для нас придут, которые нам правят. Вот нам всегда говорят, что вы сейчас сделаете, это станет интересно, у вас придут и все отберут. У нас в Австралии управляющая компания совместно с людьми, которые являются очень авторитетными в Австралии. В Канаде с теми, кто является очень близкими людьми в управлению Канадой. В Канаде сутевшие, там сполочность вторая, теми близко к прямым людям. В Израиле у нас будут люди, сегодня наши партнеры, с кем у нас совместная компания управляющая, это люди, которые занимают ключевые позиции в Израиле. А в Израиле мы в контакте, работаем с людьми, в наившем поставлении во владе, как прямыми людьми. Пускай у них отбирают. Я думаю, им это не понравится. Поэтому это не то, что наша защита, это система, которая начинает сама себя защищать. Но самая главная защита, которая сегодня создается, это 150 тысяч человек, которые верят в проект, которые ждут результата. И сегодня, когда будут мешать, будут мешать не Юницкому, не команде менеджеров, которые продвигают проект, а 150 тысяч человек, которые поверили в этот проект. А 150 тысяч человек, это много. Спасибо. 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 Вопросы? Ну, я обычно, когда вопросов нет, это значит два случая. Либо все понятно, либо ничего не понятно. А у меня есть вопрос, если эта технология новая, то кто будет выдавать сертификат? Нет таких специалистов на свете. Я бы сказал, что это не вопрос, это ответ. Я еще добавление к этому вопросу могу сказать, что нас все пугают сертификации, что-то новое, как вы это будете продвигать. И Юницкий приехал в Индию, встречался с министром транспорта. И Юницкий по инерции или по традиции задал этот вопрос министру транспорта. Индию. Он говорит, а как сертификация у вас? Это же новое. На что министр дал очень правильный и мудрый ответ. Он говорит, мистер Анатолий, это не ваша проблема. Это наша проблема. Нам нужен транспорт, который вы делаете, а все остальное мы вам обеспечим. Поэтому исходя из этого, если будут страны, города, которые скажут, мы встанем стеной и мы вас никогда не пустим сертификации, значит мы туда не пойдем. Есть куча стран, государств, которые сегодня зовут их, где нужна эта система. Многие страны не позволяют нам отрекнуть нашу технологию. Пусть им будет хуже. Благодаря. По заданию оттаски. Самое время можно одразу и почастию сейчас с этим. Докольца отвлекaremos. В конечине в этой дискусии есть. Ви, часы, какая-то второе было. По церковой турнике? У нас число? Ви чого? Ви в порядке? Ви куча. В порядке? В порядке. Когда тут были пани ранитель и я на наш теле, так я собрал их к нам. Там в гордых салях. А мы пили, пыли меня, что мы такими швейцариками, что тут вырабатывали. Мы говорили, что мы делали воровичку. Так мы дали воровичку. До сферы мы делали воровичку. Потом Сергей мне пишет в мэри, что вырабатывали, что я собрал Яжовичку, что мы у вас так хутили. Возвращаясь как я жаловичку, мы были воровичку. Мы были воровичке. Но мы были такие острые жоры. А мы об этом дали воровичку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...